Различные эффекты, искажающие результат анализа. Основными оптическими спектральными помехами являются излучение и воплощение фона. Значит, если мы с вами вернемся назад на эту картинку, то у нас это пламя светится, оно сам фон, называется фоновое излучение пламя, но имеет некий непрерывный спектр излучения, который мы с вами регистрируем. Мы хотим избавиться от этого, или как-то его учесть. Понимаете? А мы хотим проводить измерение вот на длине волны, положим медью, только медью. А вот все остальное нам, вот это фоновое излучение нам не нужно. Ну ладно. И есть специальные методы, так, это что у нас? Есть спектральные методы, которые позволяют нам, методы, применяемые в спектральном анализе, которые позволяют нам излучение фона как-то скомпенсировать. Вот излучение фона ватт на абсорбционной спектростопии можно эффективно скомпенсировать фонодовое излучение. Используя модуляцию, периодическое измерение интенсивности светового потока источника с помощью специального механического или электрического устройства. Модулятора потока излучения направляют на пробу периодическими инклюзиями. Значит, вот здесь я, конечно, это все скопировал. Показываю временная диаграмма светового потока на выходе из атомизатора. В момент времени T, когда источник освещает пробу, источник излучения, регистрируется суммарная интенсивность. В момент времени T2 инъюстрируется фоновое излучение. И, соответственно, мы одно вычитаем из другого и смотрим интенсивность, связанную только с источником излучения. Давайте сейчас я попробую вам это показать на доске или на картинке. Давайте на доске лучше покажу. Значит, вот... Вот у нас есть лампа склон-катурная. Это источник на определенные длини валы. Это лампа склон-катурная, в данном случае направлена через плазму отристалной галетки. Здесь у нас тот прием. Значит, если мы сюда поставим модулятор... Знаете, что такое модулятор? Не представляете? Хорошо. Пропиленный. Знаете, что такое? Представляете, да? Теперь представьте себе. У нас есть круглая такая пластинка, в которой есть отверстия, пропиленные, да? Вот так. И закрытые места. Понимаете, да? Вот это и есть модулятор. Вот мы сюда поставили какую-то вертушку. То есть вот эта штука, она еще вращается. Она вращается здесь. Вот в этом месте. Чтобы было понятно, да? То есть вертушечка такая, да? Она то открывает, то закрывает нам излучение от лампы склон-катурной. Понимаете, да? А здесь у нас тут приемка стоит. Вот когда она закрывает излучение от лампы, вот сюда попадает, да? То, соответственно, у нас регистрируется, ну поскольку это тоже лампы, да? Свет есть, да? У нас регистрируется некая фоновая интенсивность. Вот я... Время. Вот фоновая интенсивность. А когда она открывает, то у нас к фоновой интенсивности еще добавляется тот свет, который проходит через наше пламя. Вот от нашего источника. Понимаете? Вот эту картинку, вот она. Открыло-закрыло, да? Открыло-закрыло, соответственно. А мы хотим только знать, что у нас связано с прохождением, да? Соответственно, из этого мы вычитаем это и получаем то, что себя понятно. Вот эту картинку я вам нарисовал на следующем... На следующем. Вот, вот, вот. Все, что я вам здесь изобразил. Вы поняли, да? Ставим вверху, что так модулятор называется. Такие системы очень часто применяются. Вот. Вот она эта картинка. Схема модуляции светового потока. Вот здесь у нас фон, а у нас, соответственно, здесь это самое. Понятно? Ну, замечательно. Вот и справа на извращение мы получили. Теперь ими удальше. Это то, что у нас, грубо говоря, попадает за счет того, что сам фон ватна, абсорбционность петростопии от этой горелки, то, что горелка нам излучает. А есть еще абсорбция. Вот, я не знаю, вот, зарисуйте себе, зарисуйте себе вот это, хотя бы, при растении на молекулярную абсорбцию. Вот, значит, фоновая абсорбция, в отличие от описанных выше помех, связана не с изменением числа атомов в основном состоянии, а с дополнительным ослаблением возлучения, и нулевое, в результате так называемых неселективных светопомех. Поэтому измеренное уменьшение интенсивности света оказывается выше ослабления излучения, вызванного числом чисто атомной абсорбции. В итоге интенсируется слишком высокая концентрация определяемого времени. Вот я просто из книжек иногда, чтобы все не переписывать, берешь какую-то мысль важную одну. Можно вообще страницу перекатывать, а можно просто вот все попытаться найти в этой книжке. Вот этот себе перепишите, и вот эту картинку тоже, облащение, зарисуйте. Что-то надо попить, не обещал водички. Можно вводить. Можно вводить. Это самое простое. Отстранство. Что-то. 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 А теперь, как это можно учитывать? Это так называемый фон. Есть два метода. так называемая, корректировка фона с помощью гейтерио-ланка, дальше я буду рассказывать, и эта самая, коррекция с помощью эффекта азимана. Не слышали про это? Как будет название? Не, а ты не понимаешь, что слышишь. Ну, и третий метод. Три методы, да. Я только знаю, что он не приворный. Чего? Приворный. Ну, дейтериевая коррекция фона. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь написано то, что есть учебники. Есть под руководством Юрия Александровича Золотова. Ну, я из разных учебников просто. Это когда готовишься к лекции, смотришь несколько учебников, иногда находишь их противоречия. И тогда очень плохо. Начинаешь ломать голову. Если ты сам этим не занимаешься, то для тебя все понятно. Тогда нужно разбираться, но приходится и начать. Имеют, значит, молекулы и микрочастицы, присутствующие в атомизаторе, имеют широкое спектропоглощение, накладывающееся на узкие линии поглощения атомов. Первая фраза. Понятно или непонятно? Понятно или непонятно? Нет, непонятно. Понятно, да? Широкость полоса поглощения. В нашей горелке здесь находятся одновременно какие-то молекулы и частицы. И находится тот элемент, который мы с вами хотим.